Пройдена половина пробега дороги России, который проводится в рамках ресурсного испытания синтетического моторного масла Lukoil Avantgarde Professional XLE 10W40, предназначенного для новейших двигателей коммерческой техники уровня Евро-6. Тягач Ford Trucks F-Max с полуприцепом, груженным 15 тоннами балласта, добрался до самой восточной части запланированного маршрута. Позади 15 тысяч километров и путь от Красноярска до Владивостока, который постоянно преподносил сюрпризы. Пройденный участок дороги оказался достаточно тяжелый в плане погодных условий. В течение суток погода менялась, из лета переходила в зиму. Гололед, затяжные подъемы, спуски, но мы его прошли. Владивосток – это крайняя точка федеральной автомобильной дороги А370 – Уссури. Трасса длиной 760 километров связывает Владивосток и другие порты на побережье Японского моря с остальной Россией. Стратегическое шоссе вдоль реки Уссури, Транссибирской железной дороги и китайской границе начали строить в 1934 году и закончили менее чем за год. Однако тогда трасса Хабаровск-Владивосток была гравийной. Сейчас здесь хороший асфальт и достаточно развитая инфраструктура. По этой дороге мы въезжаем во Владивосток, конечный пункт Транссиба, главную базу Тихоокеанского флота, свободный порт, а с позапрошлого года и центр Дальневосточного федерального округа. Полуостров Муравьево-Амурского, на котором основана столица Приморья, выступает залив Петра Великого. В черту Владивостока входит и несколько островов, в том числе и знаменитый остров Русский, на который через пролив Босфор-Восточный ведет самый длинный в мире вантовый мост. Его пролет составляет 1104 метра. Город Владивосток – остров Русский. Дальше дороги нет, дальше, как видите, океан. Мы разворачиваемся и отправляемся в сторону европейской части, потому что прошли полпути. И следующая точка – город Барнаул. Пробег дороги России продолжается и знакомит нас с инфраструктурой самых важных трасс страны, чтобы рассказать о том, комфортно ли чувствуют себя автопутешественники и водители грузовиков. Впереди еще много дорог и 15 тысяч километров пути.